Ом-Ти-Ви-Юэй про головне. Обряд в защиту участников спецоперации на Украине провели хакасские шаманы. Валерий Николаевич приступил к последним приготовлениям. С виду обычный местный житель, на самом деле старший шаман. Обряд провели по всем канонам в качестве подношения духом голова быка. Там еще кое-что заложено, я об этом говорить не буду. Кое-что есть там внутри, но сакрально. Это духовная скрепа. Да, азиаты мы. С горящими и жадными очами. Это изменение началось еще до этой операции. Это изменение началось после распада СССР, когда наша империя самораспустилась. А когда империя самораспускается, она сама становится добычей. Вот мы стали добычей. Россию начали душить еще задолго до спецопераций. Душили, 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 душили. Я уже много раз, но мы все говорили об этом, как его, расширение НАТО. Но совсем не так давние события. И спорта исключили. Это все звенья одной из себя. Помните? У меня все в более сложные вопросы погружаете. Раз и спорта исключили полностью, так сказать, под предлогом вроде вот этих там допинг, не допинг, неизвестно что. Просто всех российских атлетов кормили таблетками. И всячески это скрывали. Целая операция ФСБ была. Подумаешь, мы просто хотели быть уберменшами. И поэтому заставляли этих спортсменов жрать всякую гадость. Мы просто хотели, чтобы мы получили преимущество. Любым способом и любым путем. Просто хотели обмануть всех. Вот, собственно, весь смысл российской внешней политики. Теперь у нас наша позиция. Но мы меняем вроде миропорядок. Но такое ощущение, что мы, знаете, мы хотим как бы занять какое-то место в этом миропорядке. Но, на мой взгляд, в этом есть какая-то неправильность. Неправильность, потому что если ты хочешь сменить миропорядок, тот старый миропорядок надо разрушить. За Россию! Матушку! И сегодня стоит вопрос о том, чтобы сменить миропорядок. Но этот миропорядок, я повторяю, в него не зайдешь. Его надо менять полностью. Потому что он полностью построен под них. Нет, не надорвемся, если эта тема интересная. И все дошло до этой ситуации, когда на Украине объявили. Нет, мы не будем ничего. Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Действительно, ребрендинг, уничтожение – это не пустые слова. Я понимаю, что это звучит абстрактно на фоне хорошего солнечного дня, 30 градусов, это, пляжи, то, сё, сейчас, да, вот это вот вроде бы о чем вы говорите. Но это так, история движется по такому пути. Поэтому либо мы поставим эту цель для себя однозначно. Я повторяю, это совершенно не значит, я не говорю о ядерной войне. Я говорю о том, что надо понимать, что ты хочешь делать. Сегодня такое ощущение, что мы все-таки ждем, что вот сейчас вот они еще что-то потеряют, танки потеряют. Что они отдумаются. И они скажут, знаете, ну давайте как-нибудь садиться, мириться, найдем какой-нибудь компромисс. Не будет этого, на мой взгляд. Не будет абсолютно. И Байден у них выиграет. Это исторический факт. Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните. Деноцификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой, Луганской народных республик, которые все это время страдали. Краснодар, Леонид Иванович. По какому из этих, подождите. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность, останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Вот это и обсуждалось на двух предыдущих панелях. Останется, могу вам сказать. Останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется. И значит, надо понимать... Ну или высказаны разные мнения опять-таки. Да, разные мнения все понятно. В данном случае это ваше мнение. Да, это абсолютно точно. Я вообще чужих мнений не высказываю. Только свое. Можете даже не подчеркивать. Она останется. И, кстати говоря, на мой взгляд, руководство нашей страны, она на эту тему не высказывается и правильно делает. Но оно, по сути дела, то, что происходит, дает понять, что оно это понимает. Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса вопрос предрешен. Это дело времени. Почему мы движемся, на мой взгляд? Все только хуже будет становиться дальше. Ну, мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием Конфронтация. Нас никто не любит. И любить особо нас не собирается. И нам это не нужно. Ну, кто-то же все-таки любит. Кто-то любит. Вы находитесь в плену своих иллюзий. Министр образования РФ призвал не пускать в интернет детей до 15 лет. Детям до 15 лет не нужно пользоваться интернетом и социальными сетями, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. До 15 лет – это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые. Это не только мое личное мнение, заявил ТАСС, глава Минпросвещения. Кравцов также сказал, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон. В декабре прошлого года министр пообещал разработать для школ систему белого интернета. Она призвана бороться с негативным влиянием Запада на российскую молодежь. Следующая работа – это информационные сети. Соцсети – это та информационная война, которая ведется коллективным Западом и Соединенными Штатами Америки в отношении детей. И сегодня мы этому противостоим. В том числе создали систему белого интернета с объективным, проверенным, верифицированным контентом, которое со следующего года будет реализовываться во всех школах, заявил Кравцов. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно таким. Такой. Что касается плана победы, можно с уверенностью сказать, что это план превращения войны локальной в войну, глобальную войну между Россией и НАТО. В плане есть пятый секретный пункт, который Украина озвучит только после войны. Речь, вероятно, о взыскании репараций с Россией. Хотят возобновления контактов с Москвой по вопросу реального восстановления мира.